Я всегда был религиозным человеком. У меня тюремного смотрителя, несущего свою службу в зловонных подземных камерах. Была хорошая возможность узнать, есть ли узников вера или ее нет. Нет! Нет, пожалуйста! Нет! Помогите! Все так, парень. Я бы тоже боялся кровожадных зверей. И смертью. Но то, что я увидел сегодня в этой молодой женщине и ее спутниках... Какое мужество! Я никогда такого не видел. Нет. И никогда. Носители света История Перпетуи Входите! Скорей! Как мы рады вас видеть! Ничто не могло нас удержать. Это для нас такое благословение. Мы все собрались. Ты был осторожен, мой друг? Да. За нами не следили. Хорошо. Давайте начнем. Дорогие друзья! Какое это благословение от Бога? Собираться вместе для молитвы и песнопения. Правильно, малыш. Для песнопения, для ободрения друг друга и укрепления нашей веры во Христа. Так давайте воздадим хвалу Господу и вознесем Ему свои сердца. Боги моих отцов, да благодетельствую я от щедрости ваших даров. Я чту вас и трепещу в присутствии вашем. Сохраните меня. Уберегите меня от несчастья. Разве человеку нельзя попросить милости у богов? Привет тебе! Что за вонь? Как ты выносишь здешний запах? Ну что ж, простите. Апартаменты не по твоему вкусу? Флавий, что еще? Новости из Рима. Император издал указ о новых приверженцах этой секты. Христиан! Христиан! Минерва, спаси нас! Ааа, ты все молишься своим богам! Знаете, что они говорят? Они не верны нашим богам! Деверующие! Они навлекут на нас гнев богов! Мы будем проклят! Назад! Камеру! А ты продолжай оскорблять богов и будешь проклят имей, Варва! Ты и твои глиняные башки! Единственный бог, который мне нужен! Рим! Подготовь камеры для новых заключенных! Мы едем их арестовывать! Сейчас? Сейчас, падает! Император не хочет терять ни минуты! Мы избавим империю от этих преступников! Как такое могло случиться? Ты уверен в этом, Луций? Мне только что сообщили! Где моя колесница? С ней все будет хорошо! Если я успею вовремя, то дайте же мне колесницу! Уверен, что это ошибка! Ты прекрасно знаешь, что нашу дочь это не интересует! Перпетуя слишком хорошо воспитана! Я изобью ее рабов литьми! До полусмерти! За то, что путали ее связь с этими преступниками-христианами! Вознесите Богу свои сердца! Я не виновен, девчонки! Ловите! Окружите! А-а-а! Отпустите меня! Вы арестованы согласно указу императора! Пропустите меня! Меня зовут Луций Вибия! И? И это моя дочь! И мой внук! Все это ужасная ошибка! Я в этом уверен! Это все рабы! Это они виноваты! Значит, ты так заботишься о моей дочери! Свинья! А-а-а! Мой муж! Отец! Прошу тебя! А ты? Отец! Расстановись! А-а-а! Ты представляешь перпетуя, во что они тебя втянули? Она всего лишь рабыня! Это моя сестра! Твоя? Что? Ты в своем уме? Господин! Вы разберетесь с этим позже! А сейчас я исполню свой долг! Взять их! Нет! Вы не можете! Перпетуя! Это ошибка! Скажи им, перпетуя! У нее будет возможность сказать об этом про консулу, как и у остальных! Но как же ребенок? Тюрьма для него неподходящее место! Верно! Так забери его с собой! Мой малыш! Нет! Двигайтесь! Перпетуя! Скажи им! Скажи им, что ты не одна из этих! Перпетуя! Это ошибка! Скажи им! Я позабочусь от твоего освобождения, дочка! Преступник! Мерзавтый! Но вы не сделали ничего плохого! Не отставай от меня! Чем вы так занимаетесь? Он будет догадаться, что мы с ней знакомы. Вперед! Вперед! Аста! Неужайтесь! Будьте сильны, друзья мои! Мы вместе и молимся за вас. Молитесь, чтобы мы все перенесли! Верующие молятся за нас. Будем переносить страдания, как и Иисус. Смелее! Нет! Сюда! Прошу вас! Иди сюда! Прошу вас! Не трогайте ее! Молчать! Прошу! Господин, прошу вас! Она беременна! Довольно! Цитата! Она беременна! Как делать? Секунду! О, Боже! Секунду! Что с нами будет? Что с нами будет? Пошевеливайтесь! Куда вы нас ведете? Выходите! Сколько у нас времени? А сколько у тебя денег? Вот! Тогда не теряй время! Я скажу, когда оно закончится! Пастор! Терти! О, Терти! Какая радость! Это действительно вы? Да, друзья мои! Пастор, какое благословение! Как вы смогли? Увы! У всего есть своя цена! Теперь император преследует поклонников Христа, таких как вы! Через ваши страдания он хочет лишить мужества других христиан! Но как вы! Вас же было пятеро! Секунду! Его... Он мертв! Значит, он уже с Господом! Он показал нам прекрасный пример веры и мужества, ибо вам предстоит многое вынести! Ну что ж, у нас есть для вас немного еды! Сыр, молоко! Я думала, что никогда уже их не попробую! Мы продолжаем собираться и непрестанно молимся за вас! Мы разделяем ваши страдания! Тогда раздели нашу радость! Ибо, несмотря на смерть нашего брата, Господь так милостив к нам, что даже в тюрьме Он изливает на нас мир, который можно обрести лишь из Его руки! Кстати, о радости! Мама! Перпетую! О, моя дорогая! Мой дорогой брат! Это мой сын! Мой драгоценный малыш! Они сказали, что ребенок может остаться с тобой! О, хвала Богу и благодарение за всю его милость! Что было бы со мной, если бы не мой спаситель? Теперь тюрьма стала для меня дворцом! Он голоден, дочка! И тебе нужно поесть! Как вы поживаетесь, сестра? Нам тяжело, Марк! Но Господь, Он помогает нам каждый день! А вы? Я встречался с пастором и остальными! Нам нужно быть осторожнее! Мне посоветовали хранить веру в тайне, среди с новым законам против христиан! Как я молюсь! О, перпетую! Пожалуйста, тише! Возьми это! Но храни его в тайне! Он принадлежал Секундулу! Он погиб как мученик в ту ночь, когда нас арестовали! Моя дорогая! Спасибо, мама! А как отец? Поторопливайтесь! Твой отец вне себя от беспокойства, дитя! Тебе не место здесь! С этими людьми! Он делает все, чтобы освободить тебя! Он сейчас у проконсула! Сожалею о несчастье, но незнание закона не служит оправдать! Я знаю об этом, проконсул, но безусловно... Мне тоже не верится, что ваша дочь ничего не знала о законе! Эти христиане, почитающие Христа выше императора, попросту... ...будут наказаны! Я прошу о милости! Да, к счастью, наш император очень милостив! Поступок вашей дочери привел вас в затруднение, и вы понесли ущерб в торговле! И еще, я не хотел бы, чтобы в моей провинции возникли какие-либо затруднения! Ох, что же мне делать? К счастью, выход есть! Вашей дочери и ее... товарищам я окажу честь предстать на суде! Они должны принести жертву богам во славу императора и отречься от Христа! Это устроит нас, и, что важнее всего, это устроит Рим! Все проще простого, а теперь у меня дела! Вибия! Я не безрассуден! Вы благоразумный человек! Используйте в качестве довода то, что дорого вашей дочери! Перпетвия? Да! Интересно! Мне было радостно увидеть сегодня пастора, хотя у нас было так мало времени! И меня волнует вопрос, освободят ли вас из тюрьмы? Думаю, Господь знает об этом! Тогда давай спросим Его! Бог, который говорит со смертными? Наш Господь сказал! Просите, дано будет вам! Тогда, пожалуйста! Уверен, Он знает, что часы посещения только по утрам! Я не сомневаюсь, что Господь услышит нашу просьбу и даст нам мудрости, как отвечать на суде! Давайте помолимся и попросим у Него помощи! Поднимайся, Перпетвия, но будь осторожна, чтобы злой змей не укусил тебя! Ты не причинишь мне вреда! Я запрещаю тебе во имя Иисуса Христа! Добро пожаловать, Перпетвия! Мой Господь! Испей этот сладостный вкус грядущего! Это сон! Прекрасный сон! С тобой все в порядке? Ты двигалась во сне! Иисус говорил со мной! Во сне! Мы получим освобождение! Насчет этого Он ошибся! И встретимся с Господом, как мученики! Значит, скоро мы будем с Господом! Нам нужно поговорить с верующими! И найди малышу хорошую маму! И хорошего папу! Бог позаботится о нашем малыше! Итак, вы и вправду уверите, что ваш Бог разговаривал с вами? Да, Паденц, говорил! И вы умрете? Единственный истинный Бог призывает нас! Перпетвия! Клянусь богами, объявляй о своем приходе! Бери ребенка и пойдем со мной! Будем молиться за тебя! Отец! Умоляю тебя, дочь моя! Отец! Если в твоем сердце есть хоть капля любви ко мне, разве не своими руками я взрастил тебя и поставил выше других детей? Отец, я... Не заставляй нас сгорать от стыда! Подумай о своем брате и о матери! Даже если не о нас, прошу, подумай о своем сыне! Отец! Что же это такое? Что эти люди с тобой сделали? Они ничего не сделали! Перпетвия! Тогда скажи мне скорее, что происходит? В моей голове проносятся тысяча мыслей! Я схожу с ума! Я словно умираю! Ты убиваешь меня! Я христианка, отец! Нет, ты не христианка! Я христианка, отец! Во Христе я нашла живого Бога! Он не таков, как те глиняные или мраморные мужества, которым мы поклонялись! Он живой, Бог! Замучи! Успокойся, малыш! Мы можем вызвать тебя из этого затрудительного положения! Мы отправимся в проконсул! И что же дальше? Он обещал мне освободить тебя! Только если ты отречешься, откажешься от этого неразумного убеждения! Я не откажусь! Я не для этого воспитывал тебя! Я не могу! Ты это сделаешь! Отец! Ты видишь это? Что? Что это, отец? Это... Это ваза! Я не... Можно ли назвать эту вазу еще как-нибудь иначе? Это... Это... Это ваза! Так же и у меня не получится быть кем-то другим! Пойми, я христианка! Тогда иди со мной! Нет! Иди со мной! Подождите! Я... Заберу ребенка! Нет! Ребенка! Отдай мне! Если бы ты хоть немного любила своего сына, то ты бы отказалась от своего глупого заблуждения! Это твой выбор! Иначе это нелепое суеверие прикончит мать, меня, твою семью и твоего сына! Вместе с собой ты убьешь всех нас! Перпетуя! Ты вместе со своим Богом убьешь нас! Ты вместе со своим Богом убьешь нас! Пастор! Пастор! Я принес вам немного поесть! Вы уже несколько дней не притрагивались к идее! Благодарю, Тертий! Наши братья и сестры в тюрьме это не дает мне покоя! Мы молимся за них, пастор? Да! Мы молимся! Я принял решение! Ты хороший руководитель, Тертий! Когда я посещал другие церкви, ты поддерживал веру у христиан нашей общины! Продолжай делать это! Пастор, о чем вы? Разве наш Господь не сказал, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих? Но как же... Тертий, наши друзья в вузах! Я уверен, что им нелегко переносить это испытание! И я верю, что Бог желает, чтобы я был рядом с ними в этот трудный час! А также в еще больших трудностях, которые выпадут на их долю! Я... Я... Понимаю... Моя дочь! Как малыш? Все в порядке, госпожа? А это еще что? Они женаты, проконсул! Она беременна! Я не ослеп, солдат! Итак, давайте покончим с этой бессмыслицей! Подумай хорошо, дочь моя! Я поговорил с проконсулом! Ты сможешь сегодня же вернуться со мной в наш дом! Тебе вернут твоего сына! Ты получишь все блага, которые у меня есть! Ты сможешь вернуться, моя дорогая! Все будет так, как будто ничего не произошло! Лишь возложи на жертвенника это благовоние! Принеси жертву богам! Не будь упряма! Нет, не за что! Уведите ее! Одним рабом меньше! Нет, с ребенком двое! Ну а ты? Ха, изберешь ту же участь! Мы служим живому богу! В Карфагене стало на три раба меньше! Тогда отправляйся к своему живому богу, мертвец! Приведите следующего! Все очень просто, дорогая! На самом деле, тебе даже не надо придавать этому смысл! Просто сделай то, что просит от тебя этот человек! Прошу! Нужно всего лишь... Принести в жертву благовоние! Не могу! Я не принесу все сожжения иному богу! Бебе, а перпетуя! Мне надо идти! Перпетуя, помни! Не будет никаких последствий! Всего лишь щепотку благовония! Ты сможешь пойти сегодня домой! Вместе со мной! Вместе с нами! Это же ничего не будет значить для твоего бога! Лишь щепотку! Лишь щепотку! Прошу! Нет! Перпетуя! Я поклонница Христа! Иисус мой Господь! Нет! Перпетуя! Жалься над своим ребенком! Принеси жертву! Я не стану! Мы служим живому богу! Иисусу Христу! Перпетуя! Разве ты не заботишься о своем отце? О своем сыне? Принеси жертву за процветание нашего императора! Ради своей семьи! Перпетуя! Принеси жертву! Ты должна! Дрочь его! А! Отец! Сделай это! Ни за что! Ты христианка? Именно так! Твои уста осудили тебя! Я люблю тебя, отец! Ты будешь брошена диким зверям! Я люблю тебя, сыночек! Уведите их! Перпетуя! Ты нас не увидишь! Ты больше никогда нас не увидишь, дочка! Пастор! Это еще кто? Что вам нужно? Я тоже христианин! Я их пастор! Я с ними! Тогда умри вместе с ними! На корм зверям его! Пастор! Ну зачем? Бог призвал меня присоединиться ко всем вам, ибо он желает утешить вас! Давайте же укреплять друг друга до конца! Трецитата! Ревакат! Малыш! Началось! Что-то мне неспокойно! Не спится! Я помолюсь за вас, Паденс! Я уже прочитал все свои молитвы! Большое спасибо! Клянусь богами, мои молитвы возносятся к ним чаще, чем молитвы других людей! Не успевает Аполлон взойти на небеса, как Паденс уже на ногах и о чем-нибудь молится! Ха! А у вас всегда такой крепкий сон! Я... Скажите мне... Разве вы не боитесь? Боли? Возможно! Но не смерти! Но как? Как это возможно? Иисус одержал победу над смертью, за нас! Он пребывает с нами, он будет с нами на арене! Его любовь укрепляет, и мы ждем встречи с Ним! Я... Я не могу понять этого Бога, которого не нужно бояться! Как вы переносите все это? Эту камеру? Расставание с Сыном? Христос обещает нам вечную жизнь, Паденс! Что же касается тюрьмы, она может удержать наши тела, но не наши души! Попытаюсь немного поспать! Знаете, дорогой Паденс, я хочу, чтобы сын знал, почему я так поступила! И о том, что я люблю его! Вы продолжите делать записи в моем дневнике, когда меня не будут! Я не хочу принимать в этом участие, но я подумаю об этом! И о том, что ты рассказала мне о своем Боге! С тобой я все преодолею! О, мой драгоценный спаситель! Благодарю тебя! Перпетуя! Простите, я вас распутила! Я... Я видел потрясающий сон! Ах! Что? Я тоже? Мы оба видели сны? Что с тобой? Перпетуя? Ты же вся сияешь! О, Бог говорил со мной, сестра! Он так близок к нам! И мой сон был таким изумительным! Так же, как и мой! Ну что ж, не заставляй нас ждать! Что показал тебе Бог? Наши души покинули тела, и мы устремились вверх, сопровождаемые четырьмя великолепными ангелами! Они заберут нас прямо сейчас? Да пребудет с нами Господь! Я... Я приготовил для вас последнее утешение, мои дорогие! Тертий! Пастор! Драгоценная! Да благословит вас Бог, дорогой паден, за вашу доброту! Идите! Ваши друзья ждут вас! Я пишу это свидетельство за день до гладиаторских боев, но то, что будет происходить на арене, запишет другая рука. Наконец, наступил тот день, когда Перпетую и ее друзей повели на арену. Толпа жаждала достойного внимания зрелища. Но я... Я был не готов к той грусти, которая переполняла мое сердце. Хотя я уже был свидетелем сотен смертей, сейчас у меня не было никакого сомнения, что эти пятеро ни в чем не повинны, и их искренность и посвящение Богу медленно, но верно проникли в мою душу. Вот, христиане! Отказавшись принести жертву богам, они приносят жертву самих себя. И мне казалось, что если они и трепетали, то от радости, а не от страха. Драконсул! Твой высокий пост дал возможность судить нас! А теперь пусть Бог судит тебя! Тихо! Ты пожалеешь о своих словах, христианин! Бичевать их! Их провели через трой гладиаторов, которые их бичевали. А я... Я стоял рядом. И был изумлен, слыша, как они славят Господа за то, что Он позволил им разделить его страдания. А затем... Вывести зверей! Я часто был свидетелем их молитв. Я слышал, как они говорили о той уверенности, которую давал им Бог. Пастор очень боялся медведей, поэтому он получил от Бога обещание. Я уповаю на Тебя, Господи, что все будет так, как Ты показал мне. И я встречу свою смерть не от медведя! Не от медведя! А от леопарда! Вепра! Выпустите вепра! Вскоре после этого... Теопарда! Теопарда! Господь! Я иду к Тебе! Теопарда! Перпетуя и Фелицитата! Мое сердце обливалось за них кровью. Они встретились лицом к лицу с бешеной коровой, которая рвала их рогами, топтала копытами, но Перпетуя, казалось, этого не замечала. Нас бросят этому дикому зверю? Но Перпетуя! Тебя уже бросали ему! Что ты говоришь? Этого не было? Было! Перпетуя! Тебя уже отдавали дикому зверю! Но я не почувствовала! Я ничего не почувствовала! Наконец, устав от зрелища, толпа потребовала предать узников смерти. К удивлению всех! Стойте! Ха! Она хочет отречься! Я не предстану пред Господом в печали! Что? Она вся словно сияла! Один за другим они пали от острия меча! Твоё свидетельство, дорогая Перпетуя! И моё тоже! Власти полагали, что зрелище смерти христиан-мучеников лишило мужества новых последователей Христа. Но как же они ошибались? Мужество Перпетуи, пастора, фелицитаты, реваката и сатурния стало семенем, из которого выросли новые христиане. И многие обрели веру во Христа, так же, как и я. Теперь я знаю, что в момент смерти христиан не империя избавилась от Перпетуи и её друзей. Точнее было сказать, что они освободились от империи. Недавно я вспомнил сон пастора, который он рассказывал Перпетуи и другим верующим за несколько дней до своей смерти. «Я видел сон. Нас сопровождали четыре больших ангела. Мы покинули свою плоть. И когда мы покинули границу этого мира, мы увидели перед собой величественный и чудный свет. И один из ангелов сказал, «Придите и поприветствуйте Господа». История смерти Перпетуи передавалась из уст в уста, из поколения в поколение. Каждый год эту историю читают в церквях в годовщину её мученической смерти. Её дневник считается одним из ранних известных письменных свидетельств, записанных христианкой. Дневник Перпетуи – это свидетельство её желания, чтобы после её смерти о Христе узнали все. И сегодня история Перпетуи продолжает оставаться убедительным свидетельством веры для христиан по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok Фильм дублирован телеканалом CNL в 2012 году.